Привет друзья мои, Тимур Ханов, Новосибирск Мое любимое место для проведения опросов жителей города Новосибирска Здесь я знаю, что сегодня может оказаться Виктор Александрович Толоконский С которым мы, честно говоря, договорились о встрече уже давно Но только сегодня он нашел время, вернее он нашел время еще 9 мая, он мне сказал, но на сегодня Поэтому это не такая уж случайность, мы его увидим, наверное, скоро здесь, как договорились А я пока поспрашиваю новосибирцев про советника, про советы мэру Ведь мы будем разговаривать с советником мэра города Новосибирска Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур Ханов зовут, я опрос в Новосибирске делаю Скажите, пожалуйста, если бы я был мэром, что бы вы мне посоветовали? Или советником мэра? Нечего То есть вам нечего посоветовать мэру? Некогда А, некогда, извините, пожалуйста Здравствуйте, живите, пожалуйста Меня Тимур Ханов зовут, я делаю опрос в Новосибирске Можно, да, я пойду Вы заняты, да? Да Надо же, люди заняты Все заняты Можно пойти посуду Так, у меня аппаратура тут шалит Как знаете, я очень люблю уличную музыку А тут ребята как раз поют что-то из стинга У нас есть несколько минут О, Виктор Александрович, здравствуйте Привет Как вам эта музыка? Громковата Громковата? Громковата То есть вы думаете, так, я сейчас немножко настроюсь Тут у меня сбилась техника Как вообще одна из исключенной музыки? Ну, все, ну, положительно, позитивно Другое дело, что это должно создавать такое позитивное, хорошее настроение Не давить сильно Поэтому я помню, как мне себя нравилось, когда оркестры появились в Первомайском сквере Может, мы туда и пойдем? Пройдем, у вас есть несколько минут? Нет, давай лучше меня туда в сторону ЦУМа проводишь А, ну, хорошо, хорошо, да В дому холодно Да, ветрено все идут Вот, поэтому, когда, я помню, в молодости, в юности очень часто включали на улицах, на площадях висели репродукторы Была мода в мое время на подоконнике ставить магнитофоны Да, 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 я помню Колонки Не запускай, Гром И какая-то музыка Я помню, что в чем-то я песни Высоцкого узнавал Вот так вот А в школе вы пели? Нет Известна ваша пристрастия к пению? Нет, нет, на самом деле я петь всегда не любил Даже так? И всегда старался как-то так отлынивать от уроков пения Я, здрасте Я не, никогда не пел там ни в хоре А чего вдруг захотелось? В коллективе Да, искусство захотелось У меня была такая, ну, может быть, странная для уже взрослого человека А вот и дождик Такая, что ли, ну, назовешь это мечтой Но была какая-то неудовлетворенность, разочарование Что я не умею играть на музыкальных инструментах А, и все, что осталось, это голос, да? И я всегда переживал, что гитарой не овладел Все-таки в мое время это Битлз, это Роллинг Стоунс А как вы тогда доставали музыку? Вы помните, что вот какие-то... Ну, на самом деле переписывали В то время как-то я не был таким уж сильно коллекционером или меломаном, чтобы где-то доставать Мы друг у друга переписывали, брали кассеты Да и магнитофон-то у меня первый появился Я уже школу заканчивал Тоже было все время Да вы что? Это какой был год, когда вы заканчивали школу? Я заканчивал в 70-м году Где-то вот буквально там уже в последнем классе А вот купили магнитофон И я переписывал, брал Тогда были только еще катушечные такие И еще помню, там рвалась пленка Ну-ну-ну-ну Да, давайте я буду... Поскольку у нас времени не очень много Я буду... Мы склеивали... Ага Да, вот я не договорил Да, пожалуйста Я вот не научился играть Я помню, где-то мне уже, наверное, было около 40 лет И на каком-то вечере я набрался смелости Музыканты были немного знакомы Я уже там, наверное, мэром был уже так Ну, меня узнавали, знали Я подошел к музыкантам И попросил сесть за ударную установку Мне казалось, что... А, кстати, ты попросил, да? Тут можно не учиться особо Ну, у меня хватает сама критики Я быстро понял, что и к этому надо Настоящему учиться Но видно, у меня было такое разочарование на лице Что музыканты сказали Ну, попробуйте спеть А, вот так Чтобы никогда... Даже когда там моюсь, бреюсь, не хаю И какая это была песня? Я сейчас не вспомнил Но они сказали так Что вы слышите? У нас есть те слова Мы вам поможем И тогда вот Такой чисто В какой-то компании На каком-то вечере Был такой первый совершенно Сомнительный, неудачный опыт А потом Были ветераны, которые попросили Помочь живым оркестрам В феерромайском сквере Чтобы они могли танцевать Что понятно? Вот тут уже Ну, как-то поддержать музыкантов И побыть с людьми Я уже тогда... Но когда стали хвалить Когда стали хвалить Это тешит ваше самолюбие? Нет, на самом деле Никогда Я всегда понимал Я всегда запрещал Это записывать Я всегда старался Никогда не выходить на сцену То есть я пел в день города Хорошо, давайте... Я всегда говорил, что я не пою Я сопровождаю танцы Вот я слышал недавно На юбилею у Янковского Вы совсем неплохо, на мой взгляд, спели Даже лучше, чем я Это все-таки такое... Скажите, вот вы часто дома ходите пешком? В принципе, я всегда, когда работал Раньше я ходил пешком в воскресенье Это всегда было не спеша Я раньше заканчивал свою работу Хотя мои коллеги не любили Когда я побывал себе пешком И они всегда спрашивали У приемной, у охраны На машине или пешком Потому что, когда я выходной шел пешком То в понедельник аппаратный начинался Разбор полетов Я не мог пройти мимо неубранности А сегодня как проходите мимо неубранности? Ну, сейчас немножко другая Во мне, конечно, еще живет это Я всю жизнь работаю губернатором И в Новосибирске, и в Красноярске Понимаю, что... Извините, пожалуйста, сразу же тему предложу Вот видите, как двор машинами заставлен Известное беспокойство жителей Многие жалуются Но тут не очень, но местами дворы и улицы Все забиты машинами Конечно, конечно, это неправильно Ну, как-то это надо решать? Нет, ну, на самом деле Частическая задача решена Притом опять решена лучше в Новосибирске Потому что когда-то... А у вас есть как-то с чем сравнить? Нет, когда-то в 90-х годах Еще, когда машин близко так не было, как сейчас Я, как мэр города, принимал решение Что все здания строятся с подземными паркингами Что ни одно здание Нельзя утвердить проектную документацию Дать разрешение на строительство Если не предусмотрен подземный парк Понятно, что кто-то пытался обойти это решение Кто-то там находил какие-то, наверное, причины Осталась такая традиция теперь, да? Но все равно Вот в Красноярске было гораздо сложнее Там я приехал в 14-м году, уже 21-го века И там такого решения не было И действительно машин некуда было А в чем красота? У нас просто иногда есть парки Посмотрите, вот этого красного факела Там есть несколько Несколько больших Это же Ковалев Да Подсидел, значит Извините, отвлекусь Он же первый сел за взятку Я его помню как депутат Он был единственный депутат в 90-м году Одновременно городского и областного советов И он потом был в одной партии, в другой У коммунистов И первый сел за взятку, вышел уже А, ну вот Вот извините, давайте немножко Тему такую Про вас много бывает слуха, вы, наверное, слышали Всякие разные слухи Ну, я не очень прислушиваюсь Какой слух вам показался самым курьезным? Курьезным или смешным? Нет, ну, он был один Я не думаю, что уж про меня очень много что-то Но я помню У меня был период времени Это, наверное, был конец 90-х Может быть, начало 2000-х Я каждую неделю, каждые выходные Или в субботу и в воскресенье Приезжал на центральный рынок Мне очень хотелось навести порядок И я никогда не предупреждал Когда Я приезжал без всякой свиты Один И для всех это было всегда проблем Меня там караулили Рынком управлял тогда облпотребсоюз Но, в принципе, в муниципальной собственности И я чувствовал свою ответственность И вот я все время ездил Меня знали все торгующие Я часто подходил к самим торговцам Говорил, вот если не поведете порядок Не приберетесь Я приму меры там В общем И потом мне кто-то из знакомых Из личных говорит Так люди говорят, что это ваш рынок А, личный? Потому, да, что вы потому туда в Руде Каждый день приезжаете Как хозяин, да, как хозяин Что у вас там какой-то есть интерес Вот, такое было Но, в принципе, еще раз говорю Я всегда спокойно относился К разным там А курьезы были какие-нибудь? Курьезы? Нет, ну вот смешно было так Что я бы туда приезжал Ну понятно Ну вот касаясь коррупции Это же такая тема не только модная Но и действительно серьезная Как избежать Или как противостоять Слухам или разговорам о коррупции Что надо сделать, чтобы Ну оправдываться Нет большого смысла Типа, воруете? Вы говорите, не ворую Но это же не очень убедительно Ну, на самом деле Нужно жить открыто Я никогда не бегал Там полностью не кричал Что там я честный человек Ну да, это не очень убедительно Это знали все мои родные Все близкие Все же понимают Как мы живем Это не очень сложно Если бы люди, которые приходят в политику Во власть Понимали бы свою Ну что ли Моральную, нравственную ответственность За восприятие общества Насильной власти И кроме требований закона Еще бы усиливали эту ситуацию Определенными Нравственными Моральными требованиями Все было бы нормально Я не очень верю Что там все может победить Запретительными мерами Я, например, часто выступаю Против 44-й закону Всяких модификаций На всех этих конкурсах, тендерах Я говорил Любое решение власти Любое распоряжение Бюджетными средствами Должно быть уличным Чтобы это мог знать Каждый гражданин Сегодня информационная система А что вы сейчас делаете У меня это в мэрии Я не хотел о политике Но в двух словах У меня в мэрии Сейчас, в принципе Такой что ли Стиль Такая позиция Я стараюсь Не навязывать Свои решения Я стараюсь все-таки Работать на прием Когда ко мне Люди приходят За советы Я включаю Когда люди Спрашивают меня Как бы я решил Ту-любую задачу Я говорю Когда люди спрашивают Меня в чем Проблемы не доработали Я говорю Но бегать По кабине Ты говоришь Вот надо так Надо так Надо так Мы же все время были Очень долго 25 лет Наверное Были первое лицо Я понимаю Но все равно Пришлось переключить Пришлось Конечно Это мне очень трудно Я иду или еду по городу И тоже мне хочется позвонить Вот Кстати Дороги Это же большая проблема Почему? Как ее порешать? Мне кажется Мне кажется Сейчас немножко Как-то Странно Поступают власти Вот И сейчас Которые власти А скилл? Ну вы знаете Сейчас так устроена Система Что Что городские власти Должны Больше видеть И чувствовать Быть ближе К жизни Ну можно да Ближе к жизни Но решение Принять можно Только совместно Поскольку Весь бюджет развития Практически Все ресурсы развития Они находятся В субфедеральном бюджете Ну в суб Нет Субъекта федерации В области Поэтому Вот Ну Я привык К такой Такой парадигме Мы Понимая Особенности Нашего климата Что После Такой зимы Какая в России Нельзя в городах Оставить дороги В хорошем состоянии После зимы Поэтому Подожди В Канаде же Справляются Нигде нет Такого количества дней С минусовой температурой Понятно Нигде нет Что все машины ездят с жипами Нигде нет Чтобы тяжелые грейдеры Так в чем решение Извините Я буду немножко поторапливать Потому что у нас много вопросов Поэтому В мое время было принято так Что в конце апреля Наступают бюджетные температуры Мы массово выходим На так называемый Ямочный ремонт И весь город Нужно было привести в порядок А сейчас? На первом этапе Делали центральные магистрали Я всегда ставил ориентир 9 мая К дню победы А завершали этот этап работы К дню города К концу июня И только с конца июня Сделав этот большой объем работ Мы приступали К капитальному ремонту Реконструкции магистрали Ну, большим объемом Сейчас немножко по-другому Сейчас действуют Федеральные программы Там масса ограничений Я вот вижу, например На новом мосту Уже верхний слой асфальта снят Уже вовсю Аштабные работы По ремонту полотна моста А ямки еще не заделаны Ямки еще Извините Это входит в компетенцию Ваших советов? Или вы просто Это наблюдаете? Нет Я в основном, конечно, наблюдаю Но когда я участвую В каких-то обсуждениях В совещаниях Я говорю, что С ямки нельзя Но Вот уже нет бюджета Если бы я сегодня там Формировал бюджет Наверное, я бы Жестко требовал От области Сибирной федерации Деньги на ямки Ремонт красноярщиков гораздо меньше По населению Я помню Старались выделить Каждый год Выделяли в целом Миллиард С краевого пюджета Но при этом 200 миллионов Серьевым назначением Школьное проведение Ямки еще Ромодное проведение В контексте В реальности Зимы Выходите Мне по делам Хотелось бы Вы лично Скажите Вы сменили Несколько кабинетов У вас даже звание Гражданская служба Равная как Генерал армии Куда уж больше Вы ведь генерал Получается гражданский Но в Советской Наверное, больше таких Коренных-то жителей Небольших Наши товарищ генерал Вот из всех кабинетов Вы сменили Знаете, я настолько отдавался Много рабочим Сейчас выделить Какой этап был В жизни Более интересным Или менее С каждым периодом Было связано Что-то совершенно особое Кабинеты были похожими Столы были похожими Советский стандарт Какой? Даже Ну Это было Да, какой-нибудь Первый Нужно было Чтобы было все Столы Было всякие Истики Да, я не слышал Но в то же время Так как Я тут был один Участливый Суды Конечно Мне хотелось Чтобы было Удобно И я Очень известно Когда приходил в кабинет Какой-то ремонт И одновременно Я проводил Здравствуйте Здравствуйте Вы идете играть свою музыку? Здравствуйте Это вы знаете Да Ну как же Ну как же Очень долго Я снимал Мероприятия И Один И Второй И Третий Последний Юбилей А вы еще поете с ними? Уретра 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 Да, да, да Метро Проходили за цветами Да А это Тимур Ханов Мы с ним тоже познакомились Прекрасно Рад вас видеть Желаю успехов Скоро вы уезжаете в Крым? 7 июня Не в Крым А Деленджик Удачи вам Виктор Виктор Но главное были чувства Я помню Ни с чем не сравнимые ощущения Когда я пришел в кабинет мэра Это ваш первый кабинет номер один, да? Ну я до этого работал все-таки первым заместителем Ну все-таки заместителем И когда мы с Иван Ивановичем Одинком говорили А когда мэры назначались И мне как-то не было То есть я не стоял перед какой-то проблемой выбора Мне казалось, что я все знаю, что мы тут делаем Что я очень много на себя брал Таких там всяких вопросов Профессиональных рабочих Мне казалось, что это Ну такое Несложное изменение Я вот я помню первые дни В этом кабинете Когда ты чувствуешь, что ты крайний Что я дальше даже, может, не осознавал Что есть еще мэр Индинополь Мне казалось, что я самостоятельно все принимаю решение Но мне даже осознавалось, что есть тот, кто может Там подстраховать, подправить, поддержать А тут я крайний, я один и я отвечаю за все Помню, как непросто было входить в кабинет губернатора Тоже Я помню даты все Входил в кабинет губернатора 17 января 2000 года И все, вроде я знал этих людей Я во многом знал эту работу Но все равно это было такое чувство Какая-то новая жизнь Я помню, как я начинал в полпредствии В 2010 году Ну что-то вроде казалось Вообще уже все знакомое В своем городе С людьми, которых я знаю И тоже были там ощущения И, конечно, было очень непросто Я прилетел в Красноярск И Новый регион И Новые люди Вообще быть чужаком это непросто, да? Новые люди, да Вы ощущали себя вот это вот Оторжение местных? Ну, я скорее наоборот Я больше замечал, что люди ждали перемен Люди хотели нового, хорошего И люди больше с надеждой Но я чувствовал от многих людей Такое настороженность Ну, посмотрим Потому что многие мои принципы Они не соответствовали принципам Или традициям этих людей А вот вы скажите, а вы готовы вернуться Снова зайти в кабинет номер один Здесь там, призовут Или вам захочется Вас выберут Или назначат На себя Нет, если бы это было естественное Там, действие Большой команды деломышленников Я чувствую в себе силы И готовность Я это ни от кого не скрываю Я готов еще отдать свой опыт Свои силы И свое понимание Как нужно принимать лучшие решения Готов Но это процесс Я всегда часто подчеркиваю Я никогда не был в политике одиночкой Я никогда не ставил перед собой какие-то карьерные цели Я никогда не думал там о мэре города Я работал там чиновником В обл. исполконе Одинок Там раз, два, десять меня там Уговаривал за руку Давай пойдем Давай Вот команда была замок Я поработал там два года заместителем Потом Совершенно опять же неожиданно Я стал мэром Потом я нисколько не хотел Не думал ни о губернаторстве Ни о чем Я работал Мне очень нравилось Я проработал шесть лет Мэром Но так сложились обстоятельства Нужно было Или уходить Или идти на выборы Их выиграть было невероятно Это были самые трудные выборы Да Ну они Вот теоретически Если бы мне сейчас Такую модель Это невозможно Потому что участвовал Действующий губернатор Участвовал Лидер КПРФ Который всегда Новосибирск в то время По двадцать процентов Набирали В любом случае Участвовал Стариков Будучи тогда Заместителем министра Экономики России Хорошо Знающий Село И я Вот четверо И выиграть В таких выборах Было Крайне сложно Можно мы сейчас От политики отойдем Я вообще не собирался О политике почему-то Скажите пожалуйста Вы очки носите давно? Я очки надел На первом курсе института О, я тоже Я не замечал Как-то в школе А когда вот Сел в большой аудитории Да, она мне знакома Задняя И я не увидел доску Пошел проверить Я начинал с минус 0,5 У меня была половинка А сейчас сколько? Ну сейчас оно не прогрессирует Уже лет наверное 15 Сейчас минус 4,5 4,75 Когда вы снимаете очки? Ну кроме сна Только во сне А можете сейчас снять Чтобы посмотреть Толоконский без очков? Иногда снимаю Когда что-то очень мелкое читаю Там где-то уж очень надо разобраться Но в принципе это очки У меня единственные Они на разные Они прогрессивные, да? То есть они какие-то там У меня так надо Специально делают А вас вызывали когда-нибудь очкариком Или там Нет А еще очки надел Нет, нет Это наверное в школе Все-таки когда дети больше Я надел на первом курсе Мне доводилось У меня брат Примерно в такой ситуации Уже в институте Но вот он снимает очки Он их одевает только на смотре телевизор А я попробовал У меня не получилось Я помню, что я забегал Я в аспирантуре учился в академгородке И помню, там на остановку придешь И я без очков Я вот так вот забегал Смотрел, какой же это все-таки номер Я даже не мог разглядеть номер автобуса Мне было не комфортно Знакомый, знакомый Я очки не снимал Александр Александрович Про учебу Вы закончили университет, да? Нет Я закончил институт народного хозяйства Это аспирантура была при университете Меня распределили в аспирантуру в Москву В Флихановский институт Но я по семейным обстоятельствам не смог поехать И мне меняли аспирантуру на наш институт А институт вы закончили успешно? С отличием Надо же как много отличников у нас Ну школу я без медалей закончил У нас все дети там, супруга Медалисты А я без медалей У меня несколько четверок есть в этих статях А вы знаете, что вы должны были быть инженером? Хотите, докажу? Нет И я действительно, ну не то чтобы должен был Но я в июле У нас в то время выпускной вечер был в конце июня И в начале июля я уехал на соревнования И у меня в сумке был учебник физики Вот как Помню автора до сих пор Ландсберга Учебник физики И мы действительно собирали вся команда Баскетбольная Играл в баскетбол Был в сборной города И мы должны были поступить в институт Железнодорожного транспорта Но у меня было всегда какое-то ощущение, что я не технам И в то же время в Новосибирске почти не было гуманитарных вузов Мне давно очень нравилось Журналистика, юриспруденция Но у нас не было ни факультета журналистики У нас не было юридического полноценного института Или походник или как? Как вам удобнее? Я тогда вот случайно совершенно выбрал институт народного хозяйства У меня был второй или третий выпуск дневного отделения Суд только начинался Строили здания, еще ничего не было Мы занимались по школам Сочиняете ли вы с друзьями? Мы с одноклассниками встречаемся практически каждый год Это какая школа? 22 школа Мы несколькими поколениями Уже лет 70 учимся в одной школе У меня мама заканчивала 22 школу в 1945 году Мы с супругой в 1970 году Наши дети, дочь и сын Два года Так сложилось, что мы вроде особо не убирая Ни возя никуда далеко Эта школа вот здесь между Советской и Димитрово Понятно А старое здание школы, которое сейчас не сохранилось Его снесли, но я начинал в старом здании учиться Оно было Где сейчас институт новосибгражданпроект на Советской Понятно, понятно Была маленькая двухэтажная старинная школа В этом году в школе 115 лет Это одна из самых старших в городе Да Я почему про инженеров сказал Посмотрите, у нас все мэры, все губернаторы, все инженеры Кроме одного, кроме Толоковского Да А еще такая Нет, я действительно возил с собой учебник физики И думал поступать в НИИС Мне очень нравился факультет мосты и тоннели Но вот так А такая закономерность, что скажете Смотрите, Индинок был мэром А до него был Муха все-таки Муха был заводской директор Индинок мэром Потом снова Муха заводской директор За ним Толоковский мэр Потом за вами кто? Юрченко Юрченко Он тоже директор Да Потом городецкий мэр Да То есть сейчас у нас получается по закономерности Вроде бы должен стать заводской директор Или заводской человек, а не мэр Как вы считаете? Ну, к сожалению Вот это лысый волосатый А у нас своей закономерности К сожалению, то ли заводов мало То ли лидеров не хватает Но я думаю, что заводской директор сейчас вряд ли Ну ладно, бог с ним Мы о выборах потом поговорим Мне еще очень Я бы много мог задать вопросов житейских Ну, например, вот вы сказали, что вы очки надели только в институте Да Я вот такой вопрос теперь буду всем задавать Вам доводилось в драках участвовать в детстве? Знаете, как-то таких вот, ну, что ли, по-настоящему, наверное, нет Хотя в мое время было принято, ну, соперничать, в чем-то иногда враждовать двор на двор Да, 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 да И я помню, были такие периоды, когда мы даже там с палками, которых играли там в пекаре Мы там как-то вооружались, ходили Но то ли нас объединяло, что, как правило, все-таки мы жили во дворах, но учились все в одной школе То ли, может быть, как-то по характеру Я не сильно конфликтный человек, но таких каких-то больших драк, чтобы я кого-то обидел или меня там разукрасили всего Так не бывало Не довелось То есть сильно битым быть не довелось Да, да, но дворовые вот такие конфликты бывали И я помню, что мы ходили на соседний двор, к нам приходили Понятно Выясняли отношения Но чаще все равно играли в футбол Играли в разные игры с мячом Сейчас таких игр, по-моему, дети не знают А, ну сейчас вообще идите хоть как-то мало играют Играли вот в пекаря, когда там банку ставишь на кипец И как в городки бросаешь там палку Какая была ваша первая мечта детская, кем стать? Или вот какое ваше самое первое детское воспоминание? Ну... Или года три, четыре, может быть? У меня есть поколенческие ощущения Все-таки все мое поколение хотело три будущего таких укропненных Первое это военные, потому что все-таки у нас все отцы пришли с войны В 60-е годы был пик, когда снимались там много фильмов, книг о войне, все о войне Поэтому героика военное училище, это было очень развито Второе это космос, потому что мы были в первом классе, полетел Гагарин И все наши утренники, все наши стихи, все песни, все о космосе Я даже до сих пор некоторые песни помню, которые мы пели тогда в 61-м, 2-м, 3-м годах Я до сих пор знаю там десяток первых космонавтов Да, да, да Сейчас спроси, сейчас ведь на орбите кто-то есть А мы даже не знаем, кто их, даже не знаем, сколько их там Тогда мы знали И третье направление было это наука Потому что 60-е годы это фильм «Девять дней одного года» Это Даниил Гранин со своим произведением «Иду на грозу» Это Академгородок, который вот сейчас мы воспринимаем это, ну, совершенно обычно А вот в мое время все-таки это была какая-то тайна Мы крайне редко ездили в Академгородок Он был на ошибке, да? Ну, не только что Но там мы знали все по-другому Там другие магазины, там другая архитектура О, извините, про магазины вопрос Правильно я помню, что ваш отец занимался торговлей, да? Да Знали ли вы слово «дефицит»? Ну, конечно, знал Я, кстати, чувствовал себя всегда унизительно, когда приходилось что-то там доставать, что-то заходить в магазин А, заходить с задней стороны доводилось Я помню, когда говорили там о новом времени, которое я, в общем, очень с большим энтузиазмом принимал И мне иногда прикинулось и говорит Я ничем особо не нуждался Мне эта жизнь старая ничем уж особо не обижала Но я не хотел бы, чтобы эта жизнь продолжалась, когда Вы говорите о советских временах Да, ну, вот Отец работал начальником управления торговлей города Притом проработал больше двадцати лет Он пришел в город с полком в шестьдесят втором году До этого работа в облпотребсоюзе А уже вот уходя из жизни, восемьдесят шестой на год Вот он перед самым уходом из жизни Он ушел в январе восемьдесят седьмого года Он оформил пенсию, буквально на пенсии пробыл там несколько месяцев Вот у него там двадцать три или двадцать четыре года Работаю в одной должности Скажите, пожалуйста, ваш отец был еврей? Да, да Вам доводилось... Мама русская Вам доводилось испытать какие-то элементы антисемитизма в жизни? Нет, мне, скорее, я имел ощущение Ну, вот, какого-то, знаете... Не скучно, это стыда Но как-то мне было неловко Неловкость Я помню такие, например, разговоры Отец кому-то, например, там звонил, что-то про меня рассказывал Я тогда еще даже не понимал, что это такое Но он говорил, что у него вот с пятой там параграфом, графой все нормально То есть он прошел фрон молодым, кстати, вернулся, звонил уже двадцать лет Весь изранен С орденами Тем не менее он как-то стеснялся этого А вы были записаны русским? А я, ну, принято по матери Понятно, понятно Записать маму Писарева у меня, Нина Владимировна И я... Но в спину никогда никто не кричал? Не шипел там, жид что-нибудь такое? Нет, говорили, более того там Я даже иногда и решение принимал Вот как реакция на какое-то такое вот оскорбление То есть мне говорили, ну как же там Тебя изберут там С твоим еврейским там происхождением Бывало такое Ну, немногие люди, кстати Ну, я не скажу, что я когда-то вот участвовал в школе, в институте там Был очень молодым Я когда-то вообще про национальность что-то слышал Но мысленно вы как-то выделяете евреев? Евреи никакие Мне эта тема знакома Нет, на самом деле я всегда к этому как-то относился отстраненно Я помню, меня там Часто просили там помочь строительстве синагоги Мне это было неудобно Я много строил там православных храмов Я помню, один раз собрал Известных там в городе евреев Сказал, как вам не стыдно Что я вот должен вас убеждать Что вы должны тоже иметь там храм Я никогда не был в Израиле А почему? Это же интересная страна Ну, наверное, ну как-то у меня всегда было к этому какое-то отстраненное А родственники никто не уехал? Нет, никто не уехал, но просто вот я уже когда стал взрослым Я уже понимал, кто имеет какие-то еврейские корни Таких людей очень много среди моих знакомых, уважаемых там учителей, ученых там Не знаю, мне всегда как-то казалось, что национальность тут не имеет какого-то принципиального значения Сколько у вас потомков? Ну, вот у нас двое детей Дочь и сын У дочери четыре детеныша Значит, четыре внука У нее второй брак, поэтому Два внука уже совсем взрослых Одному двадцать Два года, другому двадцать И двое маленьких Молодец, наша дочка Шесть лет и дочери два годика И у сына один сын Ему одиннадцать лет Чему вас учат ваши внуки? Вы знаете, ну, сначала дети Я часто, меня как-то в одном интервью спросили Ну, кого бы вы могли там назвать моральным авторитетом для себя И, ну, как обычно вспоминают родители, учители там А я к этому добавил сына А вот сына для меня Хотя вот ему в этом году только сорок будет Вы смотрите, как времена изменились Сорок только Он для меня, конечно, потому что мне будет в этом году Вот, в этом месяце Две недели буквально ровно Шестьдесят пять Примите поздравления, хотя мы заранее не принято А ему сорок И он для меня Вот у него такой Стержен Мы его так в шутках Наверное, мы занимались нашим священником семейным Вот он такой человек, который, ну, ко всем идет с добром Несет это добро Очень болезненно Реагирует на любую несправедливость Вот, поэтому... Он же тоже сейчас в мэрии работает? Он, да, он начальник Вы ему даете какие-то советы? Ну, которые... Ну, когда спрашивают, даю Но тоже стараюсь не нагружать и не лезть там Ладно, как вы хотели про внуков, извините, я вас перебил А внуки сейчас меня обеспечивают всей информацией Я не успеваю быть в интернете Я все получаю от внуков От старшего особенно Потому что второй внук в Москве учится А Саша вот здесь с нами Они очень... Не посмеиваются над вами? Они очень деятельные Ну, иногда иронизируют, что я плохо разбираюсь вот в информационном На современных технологиях Но, тем не менее, вот как-то мне повезло И я считаю себя счастливым и отцом, и дедом Что мы друзья, мы доверяем детям У меня никогда не было таких каких-то конфликтных ситуаций Я никогда не стеснялся там У меня не было такого, что вот, ну, как же ты При этом я очень часто на их дни рождения Поздравляю и говорю, что вам не повезло немножко Что вот у меня такая работа, такой образ жизни Вам многого было нельзя всю жизнь Я всегда считал... То есть, вы считаете, что ваши дети были обделены вниманием? Ну, не то, что даже вниманием, но они жили достаточно в жестких рамках ограничений Ну, например, там я помню, как... Кого-то, сейчас не помню, из детей Ну, пытались направить там на учебу Например, там... Я был против этого... А, чтобы это не выглядело вашим протекционизмом? Иногда внуки приходили, где-то вот надо там каким-то бизнесом Я говорю, это не к нам Мы не можем Понятно Для нас это неприемлемо Они всегда знали, что они узнаваемые Что у них узнаваемая фамилия У вас редкая фамилия? Что они на виду И поэтому я понимаю Я помнил себя в таком качестве У меня тоже был отец, которого знали очень многие все И я вот всегда боялся подвести его там в чем-то, чтобы сказать Вот там... Дети и внуки вот как-то с честью все это проходили Но я всегда чувствовал, что... Ну, так сложилась наша жизнь, что... Им остается только вот... Мои воспоминания И... Я надеюсь, доброе имя Тут Казадой мне послал, прислал такой приветик Не знаю, мне или вам он прислал приветик Как вы, знакомы с Виктором Александровичем, конечно? С Виктором Ивановичем С Виктором Ивановичем, да У него сейчас, по-моему, там... Рядет большие изменения в жизни Он... Ну да Становится директором института Ну, еще пока не стал Академического Ну, вот я как раз буду в четверг на заседание президиума Я член президиума, правда, без права голоса Я член президиума сибирского отделения Вот, по-моему, в повестке дня У меня сказали, будет этот вопрос тоже рассматривать Если вас спросят, вы что скажете про Казадой? Я скажу, что он квалифицированный специалист Ну, я не очень компетентен в исторической науке И не очень там знаю сферу научных интересов Виктора Ивановича Но все, что меня с ним связывало Когда он и работал чиновником И когда работал политтехнологом И когда возглавлял негосударственный институт Я у него бывал там Где-то около завода экран, по-моему Да, да, да Ну, он... Скажите, пожалуйста, вам... Вы обычно не проигрывали? Вы обычно не проигрывали? Никогда не проигрывал Никогда не проигрывали? Никогда, и не люблю проигрывать А, может, с этим и связано ваше последнее кадровое решение по увольнению Не будем сейчас уточнять Все им так известно Скажите, пожалуйста, а доводилось вам испытывать Вот когда вы меняли свой статус Что вдруг друзья меняются? Близкие люди или не близкие люди? Отношения к вам? Нет, конечно, нет, конечно Дело не в отношениях ко мне Но, поверьте, в моей жизни Когда ты столько лет в такой публичной работе Когда ты живешь больше уже четверти века В парадигме, что ты отвечаешь за все От тебя очень многое зависит То это друзей не прибавляет, а скорее убавляет Так что в мужчине... А, да, да И я... Есть у меня, ну, такое ощущение Что я не сохранил дружбу со многими... А может это была ваша вина в чем-то? Наверное, в чем-то и моя Повторяю, я кого-то мог обделить вниманием Хотя я могу всем людям уверенно смотреть в глаза И сказать, что я никогда никого не предавал Но где-то что-то внимание Где-то... Подождите, пожалуйста... Где-то... Может быть, какие-то были элементы Что вот он там где-то далеко Я вас еще не заморозил? Ну... Сейчас, сейчас мы закончим, наверное Тогда такой вопрос в этой связи Есть... Можно не отвечать вот сейчас такие вопросы Есть такие события в жизни Поступки, за которые вам стыдно? Ну, наверное, как у любого человека Можно вспомнить что-то и в раннем детстве И что-то в юности Но все-таки это не предательство Я не предавал А что, предательство это самое дурное, вы считаете? Ну, мне кажется, когда говоришь о том, что бы ты хотел изменить И о чем ты жалеешь Вот для... Да-да-да Человек уже с возрастом Для мужчины тем более Я думаю, что да, предательство это... Наиболее... Сложно Поэтому, конечно, мне хотелось бы Если бы там прожить жизнь заново Я ничего не менял бы по-крупному Но, может быть, каких-то там... Событий, каких-то поступков я бы избежал Но это в пределах человеческих слабостей Кстати, про слабости Курите, пьете? Курил до 2001 года Курил еще с последних классов школы За компанию начали? Да, наверное Я все-таки там занимался спортом И как-то там закурили Интересная связь Занимался спортом, поэтому закурил Но это все время ты в какой-то компании Это все время ты за кем-то тянешь Это все время какие-то лидеры Вот он играет лучше меня Вот он более способный И он закурил И вроде, кажется, тебе можно Вот Ну, с алкоголем могу Но Всегда там Когда человек перед ней заходит Всегда там Детям, внукам Я говорю Вот Спросите у супруги Она меня никогда пьяным не видела Я ведь могу, но пьяным не видела Никогда Почему? Хотя я выпивал очень много И часто Жена вас контролирует или нет? Нет, я сам как-то Вот Ну Я, например, там не буду один Вот если я один дома Я не буду Не рады, что даже не захочется выпить? Нет А если мы, например, там С друзьями С детьми С внуками С мамой У нас есть традиция В выходной Собираться все вместе И обедать Или дома Или куда-то сходить Пообедать Ну Что-то в preguntке Тут две выпью обязательно Ясный А давайте короткие вопросы Вот девушки красивые ходят Блондинки Или брюнетки? Эээээー И блондинки И брюнетки Что-то должно быть В глаза Или, может, рыжие Нет, что должно быть в глаза Есть что-то неуловимое Я Должна быть изюминка Подождите А блондинки Или брюнетка Это не... 65 лет esto мне еще предстоит многим тоже взгляд уходит иногда сам по собой собой за женщиной а жена как это вот так вот куда ты посмотрел спокойно вы ревнивый я скорее ревнивый чем не ревнивый хотя на мне никогда поводов не давала опыта ревности особого нет но я так измеряюсь я не люблю проигрывать любом там на баскетбол играют когда в теннис играть давай игрок раз я не люблю проигрывать больше чем не ревнивый чай или кофе чай а кофе ну кофе могу и люблю но кофе не мой напиток поэтому кофе крайне редко а вот черный чай с лимоном а если всегда а из крепких напитков вот или не крепкий или не крепкий алкоголь крепкий только 3 а какие вот как это в мое время потому что мы выросли у нас не было в то время сейчас воду на молодежь все пьют вино все разбираются красное белое кто-то пиво на это какое-то но пиво никогда особо не было что тоже мое время и пиво то не точно точно дефицит поэтому скорее крепкий алкоголь два варианта или водка в зависимости если хорошо надо поесть если борщ на столе то будет рюмка водки если так какие-то легкие закуски или ты есть особо не позже женщины посмотрели скажите пожалуйста вот мужчин бывают такие какие-то пристрастия кого-то машина у кого-то там кто-то по женщинам спорт спорт мужская привычка люблю болеть я часто бываю на стадионах и сам люблю там поиграть и баскетбол и тогда ваша футбольная команда просто может быть опять же на это наложил отпечаток образ жизни я помню как я в молодости бредил машину я жить не мог родители не понимали моего желания помню я доставал отца был инвалид войны тогда появились эти запорожцы которые да 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 денег него он где-то не ко мне у него осколок был шеи не открывался рот была инвалидность второй группа это у тех у кого ног там понятное раненые я собирал там по крупицам все 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 деньги были только и когда появилась первая машина но мне кажется даже за хлебом я ездил на машине я не слезал а сейчас любите прокатиться больше 20 лет водка сейчас меня уже но когда-то это было как бы запрещено вы приехали и дети внуки давайте купим то машину ну как вы без машины там семья пока не могу даже представить себе я пока возражаю а сейчас как есть и на служебный лентакси освоил и такси сейчас кстати это посадим с наше время ты просто доброса колеса тут просто две-три минуты и недорого в общем относительно дети внуки помогают там приезжают увозят нас вы часто вы часто дает уже завершая вы часто даете интервью на многие вопросы во многие вопросы повторяются на есть вопросы которые надоели уже одно и то же спрашивают а какой вопрос вас никак не спросят а вы бы хотели ответить ой так сходу не среагирую но в принципе вот все что вы спрашиваете интересно пусть обычно все-таки меня просят либо прокомментировать какое-то точное событие вот которое было либо все-таки говорят там о моей прошлой жизни моей работе у меня редко это старая очки вы при первым задали вопрос когда я делал очки а я еще их там стараюсь там периодически там 1 3 4 года менять я здесь ходил такой в светлый там жена помогает или вы сами выбираете нет сам кстати мы женой редко бываем вместе в магазинах и тем более там очка чаще всего со мной бывает дочь мне очень энергично дочь вот помню вот эти очки мы выбирали перед прошедшим днем рождения как раз здесь я приезжал из косоярска в новосибирск мы в салоне тамара называется здесь такой да 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 и мы тогда вот выбирали вопрос к юбилею самый неожиданный и приятный для вас подарок который вам кто-нибудь поднес ну тоже к сожалению тоже вот мой образ жизни сказался на том что я не очень отмечал юбилеи 60 лет я практически не отмечал были достаточно сложные отношения с губернатором как-то мне не хотелось собирать много людей поэтому приезжали конечно поздравляли и у меня если ты есть дома наверное несколько там очень дорогих есть такая фигурка из дерево сделан даже не знаю не помню кто подарил но очень похоже сделал в рачках деревянная фигурка такая вот она стоит дома есть какие-то там жена помнит лучше там вот вот эту там чашку это нам нам подарили тогда этот сервис или что-то есть конечно что-то хотя я всегда был тоже очень требовать меня помню бывали случаи когда я подарки не принимал возвращал почему слишком дорогие не считал что через чудо неприемлемо я один вопрос хотел его пытались подарить пострелять не любите никогда не стрелял когда работал губернатором все сельские районы спорили где я первый раз буду охотиться я выдержал никогда не а в армии почему не служили на охоте а в армии по здоровью я уже учился в аспирантуре после института и тогда но такой обязательности с высшим образованием уже не было и меня были проблемы со здоровьем а там у вас не было военной кафедры довольно относился военной кафедры не понятно я до сих пор тоже я не разрешал вот вы говорите у меня там по государству советнику там при генерал армии до военный билет я завершил рядовым и сколько раз ко мне приходили помню один раз в какой-то случай приезжал кто-то министр обороны какой-то очередной прибегает военком гатвикс спасайте в картотеке у нас как рядовой давайте будет министр там спрашивали вручать там какие давайте мы сейчас вас офицеры давли подполковником ученую степени все губернаторы бы вот я про это хотел спросить у меня нету чем где ваша диссертация брантуру закончил диссертация есть и публикации гпнтб на до сих пор еще лежит автор реферат диссертации на я снял ее защиты почему это были там разные личные обстоятельства и я никогда не позволял когда мне приходили с предложениями давайте оформим там ваши работы ваши статьи ваши выступления для ученой степени я всегда возражал я прошел этот путь я знаю как это дается поэтому я никогда не позволял присвоить офицерское звание раз я не служил и никогда не позволял себе присвоить какие-то ученые степени какие-то звания какой-то почетный вверх и парнях еще чего-то академии в этом а гвозди дома гвозди забиваете кран чините мужские навыки вас не умею а вот насчет того что вот может быть потому степени себе присваивать это показать ума а для вас показатели я вижу не степень а что такое умный мужчина это вот что мужчина это к которому тянутся люди ведь как тебя воспринимает человек очень точно воспринимает если я нужен если ко мне тянутся люди значит им нужен мой ум нужен мой опыт нужен мой интеллект если хотите поэтому для меня мужчина который востребован и второе умный мужчина должен обладать всегда самые руки плохо если мужчина сказать я так а вы что про себя скажете я я не знаю спасибо большое да большое спасибо я очень благодарен вам за время которого не уделили дать но вот друзья у меня получилось поговорить с виктором александровичем толоконским гражданским генералом армии и рядовым по званию своему которую этот заморозил на ветру он пошел домой если вам интересны такие интервью такие разговоры пожалуйста прокомментируйте сделайте репост мне очень важно чтобы если вам понравилось это расходилось и дальше если не понравилось обязательно пишите что не понравилось вопросы не понравились человек не понравился то есть всякие критические замечания еще важнее чем похвала конечно похвала приятно почти так же как репост спасибо вам за внимание ваш тимур ханов новосибирск если что-нибудь интересное увижу с кем-нибудь интересным человеком познакомлюсь я вас познакомлю тоже всего доброго